всем доброго времени суток друзья очень рада что наконец-то настал тот момент когда я буду сейчас показывать свой дебют в прилипухах ни разу этим не занималась видела много видео как делают девочки и почему захотела именно попробовать себя тоже в этом потому что как вы знаете я очень активно тестирую всякое разное мыло и использовать понравившиеся мне экземпляры уже надоело в том плане что как моно продукция надоедает ну то есть вот допустим мне очень нравится вот эти вот кусочки до хвойные банны использовать я считаю то есть наивысший пилотаж когда ты можешь использовать мыло это мыть им лицо и мыть им тело то есть руки можно в принципе любым помылить но опять же да не то которое вызывает отвращение но которая более-менее все равно нравится а вот тело и лицо уже как-то мне не хочется пользоваться для тела для лица не хочется использовать какое-то неинтересное невкусное не по составу плохое да то есть вот и получается что из того что я попробовала что я могу выбрать вообще для тела для лица то есть это вот эти два куска из русской бани там буквально три позиции это в двух я точно уверена 3 это так под вопросом то есть я хочу попробовать еще и уже понять будет вам в этой мыльнице или нет из фруктовой аллеи буквально один экземпляр ну тоже так под вопросом и вот сейчас факт заканчиваю использовать там не очень многие понравились вот из них можно будет а вот соответственно вот эти я постоянно использую мне уже не надоели до запаху хвойного то он есть то его нет от партии зависит да вот этот запахом но все равно такой слабенький запах банная тоже надоедает детская мне тоже нравится но с ними пока не придумала прилипуху я с ним не буду делать земляничная мне нравится как моноаромат ну в общем вы поняли мою технологию сейчас вот я хочу показать варианты прилипух которые на мой взгляд стоит того чтобы их попробовать слепить и попробовать это мыло уже в таком варианте то есть в принципе по качеству оно все хорошее тут уже проблема им или запахом но больше запахом да интересен запах как просто в одном куске а может быть у них все это будет уже что-то поинтереснее посмотрим попробуем буду делать три прилипухи и давайте начнем первые две вот они банны и хвойна я считаю что в любой композиции это удачный вариант потому что и там и там свежий травянистый аромат и они еще оба кремовых два у таких огромных куска кусочки свежие вот только я их купила я вообще считаю что на прилипухе лучше свежее мыло использовать чтобы запах раскрылся да вот этот вот запах у хвойного конечно повезло мне видать совсем свеженькая мартовская да пахнет хорошо до этого у меня было тоже в принципе свежая но почему-то пахло плохо всегда от нафис отваливаются какие-то кусочки видите слепка такая отливка даже выходит за границы и накладывается на основной кусок тоже все сюда пойдем то есть вот такая вот будет у меня прилипуха по цвету красивая оба кремовых куска и по запаху они тоже должны сочетаться я люблю кстати вот такие вот огромные такой ни разу не не пробовала кусман в общей сложности получается 190 и 190 380 грамм огромнейший будет кусок но для тела в принципе нормально да запах очень классно сочетается попробуйте я думаю что и в других сериях хвойная плюс банна это всегда выигрышный вариант запахи вообще супер так следующий я хочу попробовать вот такое вот земляничная от нафис она с очень слабым запахом то есть тут скорее всего просто кислинка я и на обзоре тогда говорила что по запаху это самый слабый из всех четырех из серии но она тоже кремовая цвет приятный и подумала что вот может сочетать его с фруктовой аллеи потому что здесь запах поярче вообще был когда я его использовал но вот что-то в этой партии совсем слабый запах он без кислинки но он такого совсем простенький подушки чем я думала будет классно усилить так вот хочу слепить будет классно усилить землянику земляникой оба кремовые это конечно более кремовый этот менее но тем не менее попробовать посмотрим сами по одному они мне не нравится даже смысла не вижу вот этими кремовыми мыть посуду резать их ну потому что запахи очень слабенькие на очень слабые запахи и последние третье у меня будет русская баня лаванда очень мужская лаванда прям вообще такая терпкая горькая свежая и маслянистая то есть прям реально мужской для добавки мужской парфюм и еле-еле нашла бергамот причем он старый он восемнадцатого года ему скоро уже три года он весь сухой при сухой мне кажется даже уже и где-то портится начал потому что цвет такой неяркий какой-то весь высохший может про горклый даже немного но до про горклый но другого у меня нет немного бергамот тут проявляется может размылиться уже будет поярче вот так вот я их хотела слепить потому что лаванда плюс бергамот на мой взгляд очень сочетаемые ароматы где-нибудь если будет еще вариант с бергамотом я еще попробую то есть как минимум я сейчас помню бергамот есть в абсолюте антибактериальное мыло можно будет тоже попробовать но там совсем по-другому пахнет и тем не менее так вот я буду лепить почему сочетается потому что лаванда она тоже свежая терпкая яркая очень такая и бергамот очень тоже освежающие и яркая дужкой они вот даже знаете синие с фиолетовым ой желтый с фиолетовым они на цветовом круге друг напротив друга находится то есть это контрастные цвета очень классно сочетается друг с другом то есть у макияжа желтый плюс фиолетовый всегда огонь не желтый а золотой с фиолетовым очень классный красивая будет такая карамельная прилипуха нефис конечно мы ведь это одно удовольствие огромные бруски шикарная пена и действительно кремовая основа ну а конечно очень классные и банны и хвойные крестовниковых просто действительно я вот только ими в основном моюсь и еще моюсь получается из русской бани хвойные мне очень нравится четвертую предлепуху хотела тоже делать но не нашла один ингредиент какая-то проблема у нас найти эвкалипт из русской бани какая пена классная на кто не пользовался я вам еще раз настоятельно свечет купить фикс прайсе они продаются конечно не в каждом почему-то вот у нас сейчас земляничная пропала но остальные в принципе часто встречаются фикс прайсах запахи просто потрясающие попробуйте и хвойные банные детская земляничная не знаю не буду советовать потому что мне нравится что она не пахнет да очень слабый запах пену красят сейчас у меня розовая пена на руках до этого зеленая была в моно варианте мне не нравится лаванда она для меня очень яркая я вот ее руки мыла на протяжении двух недель потом уже обмылком посуду домывала не мой вариант хотя вся русская баня она шикарно пенится вообще она гелевая то есть пена очень плотная невысокая получается но пенится классно так это наш старенький бергамот посмотрим поэтому у меня есть уже задумка на одну прилипуху на следующий раз даже наверное две где-то точно у меня есть осталось найти ингредиенты бергамот размыливается это хорошо тоже уметь какая классная пена мы его вы ногтем шкрябой на физ вообще размыкает смотрите видно да какая зеленая пена нефис мощный размыкает я думаю его нужно уже начинает лепить так нужно еще один помылить вот он офигеть посмотрите как он делим покрылся даже неделя на кремом каким-то вон то вале это очень бюджетные 24 рубля это по 22 даже не продается граммовка в нем конечно небольшая 90 грамм по моему то есть для дачи мне кажется потрясающее мыло для бани одушки просто простенькие у него вот так потрясающее кремовое мыло я подумала что вот эту вот основу которая добавлена фруктовая аллея то есть основа-то суперская если делаете двойную или тройную прилипуху его можно использовать именно для кремовой для вот этой вот кремовости если остальные участники прилипухи гелевые или какие-то химические может плохо склеивающиеся какие-то думаю можно разбавлять вот этим кремовым запахом но рассчитывать именно получать от него какую-то яркую отдушку я бы вообще не стала да где тут наш второй вот оно так мой первый опыт прилипухи вообще я помню когда делала обзор на русскую баню они хорошо склеивались такую батарею нужно было прилепить хорошо клеится русская баня да неплохо пена прям все руки в пене ощущения конечно классные так схватились тут у меня кремовых попробуем сверху и Да, в общем, вот эти вот земляничные, ерунда, не советую вам такую прилипуху. Надо или тогда какую-то ядреную химическую клубнику добавлять или вообще с другими какими-то компонентами использовать, то есть клубника плюс какие-то еще фрукты или мед или молочные какие-то, в общем, с более яркими отдушками, чтобы был компаньон, что вот эти две клубники-земляники, они не усиливают друг друга, потому что обе слабенькие. Ох, какая. Посмотрите. Хорошо, кстати, слепились. Так, а где там еще мои два крема? Вот они. Вот эти два классные. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Запахи даже доносятся, вот прям, я сижу, наверное, доносы у меня от рук сантиметров 30-40, вообще классный запах доносятся, кремовые ощущения в ладошках, какой-то смотрю длиннющее будет видео. Не хочет склеиваться. Ну, конечно, это баловство. Изведение мыла, трата денег. Но хочется попробовать, поэтому я вот решила. Я думаю, видео это будет нечастое на канале, может быть, раз в месяц, может, раз в два месяца даже. Потому что вот этих вот мне мыться хватит, не знаю, на месяц точно, на два даже. Потом только следующее делать. Ну да, я думаю, следующее будет, может быть, где-то в октябре для мыления, для прилипух. Так, положим, возьмем, кто у нас тут он. Все хорошо слепился. Классно. Вот этот гель, который выделяется при процессе мыления, да, то есть вот эта вот вся пена, вода вся очень мыльная, можно запросто использовать на стирку. То есть замочил, постирал и потом в машинку отправлять, дальше тестировать уже с порошком. Похоже, да, что пергамот, он все-таки, да, он не такого цвета, он прям лимонный, светленький, светленький, этот уже прогорклый. Но не передать словами, сколько магазинов я обошла, чтобы найти хотя бы такой. И в интернет-магазине у нас по городу нет его, не знаю, куда-то пропали. Вот эти вот с русской баней. Классные такие ощущения, мылить прилипуху, вот вообще. Ни разу я их не делала, ни разу в руке не держала. Посмотрите, какая батарея. Как старые радиаторы в квартирах. Вот эти две. Я их не буду оставлять на полчаса, на час, как-то, не знаю, не хочу. Вон, на 15 минут оставлю. И так выделится очень много геля. Должны слепиться, потому что все куски абсолютно свежайшие, кроме бергамота. Думаю, должны и так схватиться. Пахнет тут это классно, прилипуха. Все их все еще понюхаю. Ну, в это отчетливо я слышу лаванду. Заглушила полностью старенький бергамот. Да, лаванда. И что у нас тут с земляникой? Не стала я ничего подрезать, делать их одного размера. Потому что хотелось именно посмотреть, как разного размера куски склеиваются друг с другом. И насколько это удобно. Да, удобно, могу сказать. Нормально. Ну, земляничное ни о чем. Короче, самое удачное, то, что можно повторять, это вот это вот одна. Остальные две повторяться не будут. Не понравились мне. Все, пусть они полежат 15 минут. Сейчас я засеку. Пена вообще просто огонь. Немного с губкой, потом пройдусь по ним. И все. Прошло 15 минут. Предлагаю посмотреть, что случилось в этом ведьмином котле за это время. Такую губку взяла. Обмыли их маленько. Вон уже ногтем шкрябнуло. Чувствую, как там в кашу превращается. Мефис. Пена супер. Так, кто тут? Ой-ой-ой, нифига себе. Ой, прилип. Кошмар. Сколько мыла. Ой, пористый. Кто-нибудь замечал, вот кто размачивал, Нефис, какой он пористый становится, даже после 15 минут. Хорошо слепился, супер вообще. Ох. Ну, что могу сказать? Пена, конечно, вообще. Как будто бы один сплошной гель, а не вода. По запаху сейчас больше хвойны преобладает, представляете? Классно. Классная прилипуха. Всем советую попробовать ее. Единственное, может, неудобно будет с объемом, да, что они два таких огромных, но, в принципе, мылить и мочалку, или просто даже наносить. Просто вот так вот на тело, да, вон, прекрасно. Суперская. Можно будет повторять, как я уже говорила. Сейчас по швам разнесу. Расскажите, кто еще пробовал такие сочетания, может, подобные, как я сейчас показала. Я вот что-то как-то особо не видела у девочек, чтобы они это делали. Ну, хвойная, банная, да, часто не ткает. Часто его, кстати, используют. Но я видела, что деготь любят добавлять. Сейчас, мне кажется, пена уже просто за борты уйдет. Уголочки заглаженные уже. Да, пена, вон, сейчас у меня пальмется на доске. Да, нафис, конечно, это просто то, что вот подороже, большие бруски какие, это действительно золотой стандарт кремового мыла. Я считаю, что его нужно экспортировать. Но, опять же, в достойном количестве, чтобы нам, россиянам, тоже оставалось оно для пользования, чтобы не пропадало никуда. То у нас на экспортованный лес и арматура все идет. Россиянам не остается материала для строительства. Вон какая получилась. Классная же, классная. И по запаху очень классная. И, как видите, у меня пена на руках просто огонь. Здесь вон все какое мощное. Классная. Так, я ее уже буду откладывать. Следующий у нас тут кто? Да, следующий у меня гелевый. Русские бани. Хорошо слепились. Я думаю, это отличительная черта свобода, наверное. Вообще, что они классно между собой слепливаются. Ну, потому что гелевые. Гелий, он вообще такой гибкий. Вот с кремовым может быть проблема, на мой взгляд. Но, нефис тоже себя хорошо показал. Доносится до меня запах лаванды. Бергамот совсем не чувствую. Все, у меня пена за край начала выходить. Бергамот совсем не чувствуется. Так, ну это неудачный вариант, как оказался. Неудачный. Ну, для меня, опять же, может, вам больше понравится. Я повторять не буду. И третий. Третий. Вот он. Хочется его назвать прям земляничным. Ох, ох, сколько слезло. Посмотрите. Размок. Нефис. Приклеился очень хорошо. Даже из разных серий. И форма вот классная у него все-таки. Разные по размеру куски. Я поняла, что это интересно. Приклеить. Башенкой такой они получились. Классный. Понравился мне такой вариант. Но, опять же, повторять не буду. Из-за запаха. Не стоит оно того. Пока что еще ни разу не встречала вкусную клубнику. Не попадалось мне все какие-то не... Или простенькие. Хотя, может, я подзабыла. Я же еще не все из того, что показала, использовала. Как-то в душу не запало ничего. Чтобы вот сказать, вот клубничный или земляничный. Такое классное было. Нет, не припомню я. Вот. Сейчас я их водичкой смочу. И покажу уже, как они выглядят без пены. А пену? Пена, конечно, вообще... Это вот все пена. Представляете? Густая-прегустая. У меня уже здесь на полу. Ее разлилось. Неизвестно сколько вам. Вот такая пена, хотя таз большой. Идет едет. Опини. 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 так ну вот они получились вот такие вот малыши пахнет лавандой все также земляники 2 прилепились очень хорошо по размеру мне тоже очень нравится даже несмотря что одна меньше другая больше запах земляники очень сроку взяла до носа немного донеслось но все равно вот он какой-то невкусный для меня больше чувствую вот этот вот братьев крестовниковых розовый его чувствую лучше королева сегодняшнего выпуска вот тут огромная она и тяжелая такая кстати вообще на полкилограмма где-то наверное да так вот по тактильным ощущениям смотрите на тоже красивая такая зелено-белая чувствую больше хвойный нежели чем банны все на этом все с прилипухами я думаю мы увидимся теперь только через месяца два пишите что вы думаете об этих сочетаниях может быть сами что-то посоветуете опять же ну вот из этого ассортимента русская баня фруктовая аллея и крестовниковы вот ставьте лайки если вам понравилось подписывайтесь на мой канал всем пока